Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я принимаю участие во флешмобе, выставочный зал, который я увидела у замечательной мастерицы и блогера Ирины Карпенко. И я не помню, кто начал этот флешмоб, не Ирина, но я обязательно найду и сброшу информацию в инфобакс. Ну а сейчас я готовлюсь, я готовлюсь к съёмкам. И я решила, выставочный зал, значит выставочный зал, и превратила свой дайнет в выставочный зал. Ну, конечно, пришлось всё-всё убрать оттуда, оставить только стол, который здесь никогда не стоял, ну и поставить все дисплеи, какие у меня только есть, несколько статуэток, веера, ну, в общем, сделать выставочный зал, то есть красивую картинку. А потом уже я начну показывать свои украшения, но не те, которые я сделала сама, это нам ещё предстоит, а те, которые, ну, винтажные, вот, готовые, винтажные, с историей. И мне кажется, что это будет, ну, очень неплохо и очень интересно. Я постаралась выбрать из своей коллекции всё самое-самое необычное, всё, что как бы представляет какой-то интерес винтажный и в то же время исторический, или то, что для меня играет какую-то особенную роль. Я надеюсь, меня мои зрители поддержат, то есть вы, мои дорогие, и с удовольствием посмотрите, что же я могу вам сегодня предложить. Давайте для начала рассмотрим дисплей быстренько. Ну, будем как бы слева направо. Вот здесь у меня стоит очень-очень историческая тарелочка немецкая. Ну, это отдельная история, и рассказывать про неё долго, но я только знаю одно, что этой тарелочке больше 100 лет. За ней идёт чёрный бархатный дисплей, повыше, пониже, а на заднем плане у нас, видите, вот такая вот девушка, которую в прошлом году я привезла из Канады. Вот, и я её приобрела исключительно для того, чтобы, ну, показывать украшения, конечно же. Затем вы видите статуэтку. Ну, это статуэтка от Раул Далтон, и это статуэтка из коллекции, из коллекции Reflections, то есть отражения. Я сейчас вот на стадии, что я начала собирать статуэтки именно из этой коллекции. И вот это одна из них, самая первая в моей коллекции. За ней на отдалённом плане чёрный дисплей, профиль. Это обычный дисплей, который я покупала с интернета очень давно. Далее тоже на заднем плане вот эта самая моя высокая девушка, которую я покупала на блошином рынке в этом году уже. И за ней идёт обычный дисплей, который я покупала с Алиэкспресс. Затем вот этот вот высокий кружевной, который я покупала на блошином рынке. Видите, я всё помню. Под ним обычно чёрный дисплей. Ну, и внизу я расположила несколько вееров, веера испанские. Очень красиво. А там есть ещё и кисайский один. Вот, и я думаю, что в процессе рассмотрения бижутерии вы заодно всё это поближе и рассмотрите. Итак, приглашаю вас в мой выставочный зал, на мою персональную выставку винтажной бижутерии. Добро пожаловать! Этот флешмоб заставил меня пересмотреть всё, что я делала раньше, потому что сегодня, как видите, я здесь сделала вот такой выставочный зал. То есть очень много дисплеев в одном и том же месте. Ну, как мы ходим на выставку. Вот так вот и ходим, вот так вот и смотрим. Конечно, на выставке там более просторно и не так скучно, как у меня, но у меня вот такое место есть. И я решила из него выжать всё, что я могу. Итак, я начинаю свой показ винтажных украшений из моей коллекции. Я тут немножко переставила дисплей, но я всё время эксперентирую туда-сюда, потому что опыта нету, поэтому всё приходится, как говорится, додумывать самой. Не мешало бы, конечно, зайти, посмотреть в интернет, но столько времени у меня уже нету. И, пожалуй, мы начнём. Вот, видите, я уже одно украшение повесила на манекен. Давайте его рассмотрим поближе. Начну я, пожалуй, вот с этих двух украшений. Почему я сразу повесила два на один и тот же манекен? Знаете, оказалось, украшений гораздо больше, чем самих манекенов, поэтому в некоторых местах, да, по два буду показывать. Итак, начнём с нижнего. Нижнее – это у нас колье из бензинового стекла, которое я купила на Блошином рынке в прошлом году. И мне посоветовала его купить Насте Ингерман. Мы с ней вместе поехали тогда. Она мне сказала, бензиновое стекло – это достаточно редкое явление, поэтому, ну смотри, как интересно оно смотрится, и не жалей денежку. Ну, я решила, что она права. Но оказалось, что это не винтаж, это современная работа, потому что сзади магнитный замочек. А их начали делать, ну, где-то в конце, наверное, 20 века. Но сейчас тоже не часто делают на готовых изделиях, потому что боятся, что упадёт изделие. Но в данном случае замочек очень сильно и хорошо держит. Ну и потом магнит, он не размагничивается, то есть это навсегда. Ну, а верхнее украшение, как видите, это колье, пластик, покрытый перламутром. И вы знаете, это винтаж. Причём он не маркированный, просто замочек-крючочек. Такой очень винтажный, поэтому сразу видно. Но я хорошо знаю, что вот в таком стиле, в 70-х годах модно было очень делать украшения. И такие компании, например, как Кора или Трифари, у них немало похожих вот таких вот украшений именно в таком стиле и именно из пластика. Следующее украшение – это сатуар. Он очень длинный, но так как дисплей у меня короткий, я здесь делала как бы двойные ряды. И заодно можно рассмотреть замочек. Замочек ввинчивающийся. Сатуар сделан замечательно. Тут вообще не очень хорошо видно, но это гранатовое стекло. Не очень частые гости в наших коллекциях. И сделано очень красиво. И я очень сильно подозреваю, что это Чехословакия. Вот есть у меня, ну, похоже, очень похоже. Видела я такие сатуары из Чехословакии. Очень и очень красивое колье вот это. Оно просто потрясающее. Изумительной красоты с тразой. Там есть также и перлышки, это жемчужинки. Но сделано оно, конечно, на 5 с плюсом. Столько дизайна здесь разного и всякого, что просто глаз мне оторвать. Очень нарядная вещь. Замочек, крючочек. Вот, пожалуйста. То есть винтаж, что, конечно же, рад. Ну и, конечно же, мы с вами сейчас попросим Клару показать вот эти замечательные бусы. Тоже из гранатового стекла. И я очень-очень тоже думаю, надеюсь, что это все-таки Чехословакия. Давайте посмотрим поближе. Бусики эти не длинные. Достаточно короткие. Практически чокер. И посмотрите, какой замечательный замочек фигурный. Очень красивый. Необычный. Такое часто не встречается. И это несомненный винтаж. А вот сейчас пришло время, конечно же, показать вот это колье замечательное. И моя статуэтка от компании Рауа Далтон. Коллекция, которую я собираюсь собирать. Начала собирать. Конечно же, называется Reflections. Отражение. Ну, это я так. А теперь давайте все-таки посмотрим, какие же отражения у нас на этом колье. Ну, во-первых, это колье. Современное. Это очень-очень современная работа. И я его купила буквально в прошлом году просто в магазине ливидерных изделий. Оно мне очень понравилось, потому что оно сделано под винтаж. И тем временем все-таки видно, что это современная работа, потому что раньше так стразы не вставляли. Немножко другая техника. Вот решила вам поближе показать. Видите, колье сделано вот из таких звеньев. А как переливается? Ой, даже вот не могу вам сфокусировать. Сфокусировать. А, вот. Вот видите как. Вот такая вот прелесть. Сейчас покажу замочек. То есть колье не очень длинное, но не чокер, подлиннее. Вот, видите, у меня сохранилась ищетка. Я еще ни разу его не одела. Значит, оно было на сейле. Сначала оно стоило 20... Ну, что же это такое? 24 доллара. 24. А на сейле 16.99. Почему на сейле? Не знаю. Что не так? Непонятно. И я хочу вам показать маркировку. Вот, пожалуйста. Здесь вот такая вот табличка. Сейчас. О. Пожалуйста. Кристиан Сир Лана. Вот. Нью-Йорк. То есть вот. Такой бренд современный. Решила поменять дисплей и показать на черном, как это выглядит замечательно. Красота, не правда ли? В общем, я очень довольна этой находкой. И вот надо только найти случай, чтобы такое одеть. Ну, это нарядная вещь. А в последнее время я не часто хожу вот так вот прямо по гостям, по ресторанам. Но пореже, чем раньше. Поэтому нету повода одеть. Ну, ничего. Что-нибудь я придумаю. Следующее. Вот такое колье. И там, видите, по бокам я прикрепила клипсы. Ну, чтобы было как бы видно. Это, на самом деле, набор. И это компания Мане. А какого года, я не знаю, дело в том, что компания Мане до сих пор производит свои украшения под этой маркой. Я сама лично видела дисплеи в различных магазинах. Вот, ну, там вообще-то замочек-речочек. Все-таки это, очевидно, 20-й век, а не 21-й. Но мне очень и очень нравится дизайн. Вот эта эмаль. И очень красиво зеленая с золотом. Причем тут есть и синие, и зеленые. И все это очень красиво сочетается. Крупный такой дизайн, интересный. Ну, в общем, очень достойное украшение. Купила я его с интернета. Ой, уже давно. Наверное, года 4 назад. Очень нам не пришлось по душе. Вот. И я время от времени его одеваю. Но там клипсы. А знаете, клипсы все-таки меня от них ушки побаливают. Тем более здесь тяжелая клипс. Здесь много металла. Все равно люблю. Все равно красиво. Следующее вот такое украшение. Вы знаете, я специально взяла сам высокий свой дисплей. Для того, чтобы видно было. Цепочка тут достаточно длинная. Украшение очень интересное. Посмотрите. Это эмаль. Это стразы. Это позолочение. Это фигурки кого-то. По-моему, это леопарды, если я не ошибаюсь. Но, в общем, дизайна очень-очень много. Оно массивное. Оно тяжелое. Вот. Наверху это клипсы. Я специально их сюда, потому что на ушки там не оденешь. Не держится. Попробовала одеть сама. Вы знаете. Нет. Это вряд ли. Ну, тяжелое, действительно. Вообще, как раньше дамы носили такие тяжелые клипсы. Я удивляюсь просто. Но у многих у них не были бы тогда проколотые уши. И поэтому, когда уши не проколоты, намного легче носить клипсы. А с проколотыми ушами всегда болят. Больше двух часов я лично не выдерживаю. Хотя бывают исключения, когда клипсы хорошо сделаны. Они не жмут, не давят. Они легкие. Но это далеко не все. А вот эти, они, ну, не очень удобны. Зато какая красота. Просто прелесть. И явный винтаж. Там замочек крючочек сзади. А вот на этом манекене у меня сразу два украшения. Ну, я вам говорила, по какой причине. Потому что украшений больше, чем манекенов. Но посмотрите, какие они оба интересны. Причем они совсем разные. Которая поширше. И все в цветах. Это современная работа. Я покупала это в нашем магазине Тэджи Макс. Где-то в прошлом году. То есть совсем недавно. И вы знаете, ну, очень оно нарядное. Просто, ну, нет слов. И там должна быть и тихетка. Я сейчас гляну. Секундочку. Ну, вот поближе посмотрите. Какая здесь замечательная работа. Так. Давайте глянем. Вот еще вот так посмотрим. Видите, какая прелесть. Ну, и вот у нас этикеточка осталась. Значит, было 24, стоило. Сейчас 16,99. То есть это было на селе. Компания называется Наташа. Ну, это очень-очень-очень современная компания. Сделана, вот, пожалуйста, в Чайна. То есть в Китае. Но уже прошли те времена, когда в Китае делали некачественные украшения. Сейчас они очень и очень хороши. Поэтому я считаю, что вот это Наташа. Ну, просто замечательная. Еще одно колье. Видите, вот это вот наверху, которое. А это уже винтаж. И сейчас мы рассмотрим его подробнее. Вот такое колье замечательное. Посмотрите, какая красивая работа. Специально вам поближе покажу. Видите, здесь эмаль, стразы, металл. Ну, в общем, очень достойная работа. Но что меня удивило, то есть это абсолютно точно где-то 70-е годы прошлого века. Но что меня поразило больше всего, это замочек. У меня такое чувство, как будто бы вот здесь что-то поменяли. Бог его знает. Посмотрите, при чем тут эти желтые пластмассовые бусины? А замочек-то очень винтажный. Видите, вот такой крючочек. Вот, пожалуйста. В общем, мало понятно. Но оно иногда такое встречается. И знаете, когда заказываешь, это было заказано с интернета, очень сложно все это рассмотреть. Но все равно мне нравится. Ну, а теперь у меня к вам вопрос, мои дорогие. Пожалуйста, ответьте на него в своих комментариях. Какое из этих колье вам нравится больше? Современное нежнее или винтажное верхнее? Что бы вы предпочли носить? Ну, вот, пожалуйста. Я очень-очень жду ваших комментариев и вопросов, и ответов. Не забудьте. Продолжаем наш обзор. Вот еще две пары кольюшек. Вернее, наверху бусы двухрядные, а внизу подвеска. Ну, давайте сначала про подвеску. Дело в том, что эту подвеску мне подарила одна женщина, которой была коллекция винтажной бижутерии 20-х годов прошлого века. И она мне рассказала следующую историю. Дело в том, что 20-е годы – это были годы кризиса в Соединенных Штатах. И очень много появилось воров, которые прямо на улице срывали украшения с дам. И поэтому дамы решили, что, пожалуй, они не будут драгоценности настоящие носить на улицу и вообще в публичные места, а будут носить копии. Вот эта подвеска круглая – это одна из таких копий настоящего украшения, которое было сделано из золота и бриллиантов. Вот свои бриллианты они хранили в сейфах и одевали только на закрытые какие-то мероприятия. А все остальное – вот были вот такие вот заказные копии, как вот эта вот подвеска. Замечательная история. Вот она дошла до наших дней. И я вообще пыталась у нее как бы полколлекции купить, но она ни в какую уперлась. И сказала, вот это я вам подарю, пожалуй. Ну, там была коллекция, конечно, сумасшедшая, если честно говорить. И я ее понимаю, я бы тоже такую не продала. Представь себе коллекцию бижутерии, которые были копиями настоящих украшений. В наше время это просто удивительно. Ну, а наверху бусики. Бусы очень тоже интересные. И это, конечно же, пластик. И самое интересное, что это компания Лиснер. Вы знаете, вот у Лиснера я очень мало встречала подобных украшений. Но все-таки в 70-х годах, когда движение хиппи уже было настолько серьезным, и украшения от хиппи стали входить в моду, вот появились вот такие пластиковые украшения от очень серьезных компаний. И вот, пожалуйста, это Лиснер. И очень-очень интересное вот такое вот винтажное украшение. Еще две пары. Вот это одна, это бусы, а вторая это колье. И, значит, посмотрите, бусы – это Чехословакия. Там есть бирка сзади. Вот, и это покрытие Аврора Бориалис. Ну, то есть в моей коллекции немного таких украшений, но есть. Дело в том, что я в свое время купила прямо целый лот украшений, бус от разных компаний с покрытием Аврора Бориалис. Ну, если бы на этом остановилось, их у меня достаточное количество. До этого еще было пару штук с башеных рынков, и я решила, что хватит. Ну, можно, конечно, сделать обзор. Как вы думаете, не будет ли это скучно? Они все примерно одинаковые. Ну, а это чешские, поэтому для меня представляют определенный интерес. А вот сверху очень интересное колье, которое сделано в металле. Никаких страз, никакой эмали, только металл. Брашированный металл и также металл такой полированный, яркий. В таком стиле начали впервые работать с компанией Трифари, потом очень многие компании подхватили. В общем, это хорошие винта. Сейчас мы посмотрим замочек. Давайте полюбуемся дизайном. Посмотрите, как красиво, как интересно сделано. Очень хорошо. Мне очень и очень нравится. Нечасто дизайн вот такой. И вот такой замочек, крючочек. Мама дорогая, да здесь же есть маркировка. Маркировка – это кора. Ну, вот видите, я была права. Удивительная вещь. И сейчас такие колье стоят, ну, очень недешево. Но я уже давно это покупала. И посмотрите, в каком оно хорошем состоянии. А теперь пришло время рассмотреть мои дисплеи на веерах на столе. Ну, первое, что я вам хочу показать, конечно, вот это изумительной красоты колье вместе с клипсами. Ну, я когда его увидела на Блошином рынке, я решила, что я бы на ней я, если я его не куплю. И оно как бы не сильно дорого и стоило. Посмотрите, как оно сделано. Какая изумительная работа. Да, нельзя брать украшения с дисплеев, если вы ходите на выставку. Но у меня всё можно. Посмотрите, во-первых, на это. И вы знаете, что это такое. Да, это кулон. И в то же время это замочек. Представляете? Вот он вот так вот открывается вот здесь вот. Ну, то есть работа просто очень хорошая. Ну, просто, ну, очень мне нравится. Вот. И к нему были клипсы. Но, честно говоря, мне кажется, что клипсы не отсюда. Хотя очень и очень подходят. Давайте рассмотрим. Вот такие замечательные клипсы. А может и отсюда. Похоже. Ну, в общем, вот такой сложился наборчик. И это очень по мне красиво. Я просто в восторге. Вот ещё одно колье на вере. И вы знаете, хоть и выглядит это весьма и весьма винтажно, это современная работа. Ну, как современная? Я думаю, этому колье лет 20. Но достаточно современная, скажем так. Вот такая красота. Вот такой замочек современный. И есть маркировка INC. INC – это компания очень известная, которая выпускает не только украшения, одежду, обувь. Я очень люблю покупать летние маечки от этой компании. У меня их немало вообще-то. И надо будет подъехать в Мессис и купить ещё какую-нибудь маечку. А то лето в разгаре, а мне все мои маечки уже надоели. И вот оборотная сторона этого колье. Видите, это кожа. Вот так закреплено. Ну, в общем, что сказать. Нарядная вещь. Очень нарядная. Очень красивая. Надо будет на работу как-нибудь одеть. А вот на этом веере у меня вот такое украшение. Давайте я сначала вам веер покажу. Веер настоящий испанский. Посмотрите, какая красота. Вот такой он. Очень хорошо сделан. К сожалению, это пластмасса, но не слоновая кость. Раньше такое делали слоновые кости. Но всё равно очень и очень красивая работа. Ну, а теперь давайте посмотрим на украшение. Это шатлен. То есть двойная брошь. Сделано это вручную. Покупала я это с интернета. Посмотрите. Знаете, что это такое? Я вам сейчас расскажу. Если вы думаете, что мастерица сидела вот так вот и расшивала всё это, то нет. Это на самом деле очень интересная история. Дело в том, что где-то лет 10 назад в моду вошла следующая технология. Брали, находили старинное платье, которое уже в очень-очень плохом состоянии. И просто брали куски ткани для того, чтобы делать украшения. В Манхэттене был, сейчас я не знаю, специальный магазин, который продавал подобные украшения. И вы знаете, стоили они очень недёшево. Ну, совсем недёшево. Вот это украшение именно из этой компании. Вот смотрите. Это было платье. Вот тогда расшивали платье вот подобным образом. Посмотрите. Вот так вот. Видите? Какая красота. Это была такая ткань. То есть это не расшивалось как бы вручную. Всё-таки это делалось машинной. Иногда вручную, но здесь нет. В общем, это вырезано из вот такого платья. Потом вот здесь вручную сделана обработка края. Всё-таки вручную. Из бисера, который остался при этом. И вот два вот таких вот стразика, тоже с расшивкой по кругу. И, естественно, пришитые и вклеенные замочки. Ну, замочек современный. То есть как бы видно, да, что всё-таки доработали. Но всё равно очень интересное украшение. И вы знаете, я его один раз одела, так все ходили и это. И спрашивали, это что? Ну, я очень довольна. И ещё одно украшение на вире. Веер, опять-таки, испанский. Я покупала его с ebay. Приехала оно ко мне из Испании. Прелесть, не правда ли? И вот такое украшение. Ну что, как видите, это слоновая кость. Вот это уже слоновая кость. Хорошее украшение, интересный дизайн. Ну, в общем, у меня это единственное украшение слоновой кости в моей коллекции. Вот это украшение уже было в моих показах, как и многие другие отсюда, с этого видео. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что я вся в сомнениях. И мне нужна ваша экспертиза, дорогие мои. Потому что выглядит это украшение очень и очень современно. На меня смутил вот такой вот замочек, видите? Хотя сейчас такие тоже бывают. Он не выглядит винтажным. Да, скорее всего, это современное украшение. И я его купила на Блошином рынке в последний, пожалуй, в последний мой заезд. Да, совсем. Ну, когда это было? В прошлом месяце. В позапрошлом месяце. Да, когда началось столько тепло, я съездила. У меня там видео есть, наверное, надо вам его напомнить, показать, сброшу в инфопак. Ну, а вот, мои дорогие, на сегодня, пожалуй, и всё. Ну, как, понравился вам мой выставочный зал? Надеюсь, что да. Я очень и очень старалась, чтобы вам было интересно, чтобы вы прошли со мной вместе по моему выставочному залу. посмотрели на эти замечательные украшения. Ну, в общем, я рада, что у меня вот так вот всё получилось. И перед тем, как попрощаться, сказать вам до свидания, я хочу, знаете, спросить у вас, только обязательно ответьте в своих комментариях на мой вопрос. Хотите ли вы выставочный зал с моими украшениями, которые я сделала, своими руками? Если да, пожалуйста, напишите, и я с удовольствием сделаю ещё одно видео. А сейчас всего вам самого наилучшего. Я постараюсь сбросить плейлист с этим флешмобом к себе в инфобакс, чтобы вы посмотрели, если хотите, и других. Ну, а на самом деле просто надо в поисковой строчке на ютюбе вписать флешмоб в выставочный зал, и вы увидите все видео, которые были представлены. А сейчас я вам хочу сказать всего вам самого наилучшего, всего вам самого-самого доброго, хорошего, здоровья, мира, удачи, успехов. И до новых следующих очень интересных встреч. У меня большие планы. До свидания. С вами была Инесса из Нью-Йорка. На моём канале вы сможете посмотреть видео на темы, поговорим о брошках, поиске сокровищ, сделанных своими руками, кухонные посиделки, жизни Нью-Йорки и многое-многое другое. Что ещё должно случиться, чтобы заставить нас остановиться, открыть глаза и увидеть мир прекрасного? Смотрите мои видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, и я с удовольствием отвечу каждому. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!